Добрый день, Владыка! Очередная наша встреча. Давайте начнем вот с такого вопроса. 23 июня православные будут отмечать День Святой Троицы. Напомните, Владыка, в честь, в чем суть этого праздника и каков смысл определения Троицы как живоначальное? Более каноническое название этого праздника – это День Святой Пятидесятницы, то есть после Воскресения Христова, Святой Пасхи. На 50-й день сошел Дух Святой на апостолов и учеников Христовых. Но в такой простонародной традиции уже становилось название, становилось этого дня День Святой Троицы. И это тоже правильно, потому что подтверждено было, что Бог единый, но в трех лицах. То есть третье лицо Святой Троицы было явлено в этот день. Ну а чтобы говорить о Боге, конечно, он непостижим по существу, но святые, которые всю жизнь занимались изучением христианства, познавали, старались познать Бога, они приводят такое в какой-то мере понятное для нас сравнение. Бог в какой-то мере похож на Солнце. Это слабое, конечно, подобие, но всё-таки что-то проясняет Солнце. Мы же не говорим, что три Солнца на небе, одно Солнце. Но мы видим Солнечный круг, который является символом Бога Отца. Из этого Солнечного круга исходит свет, который символизирует Сына Божия, ставшего человека, Бога-человека, Иисуса Христа. И также от этого Солнечного круга исходит тепло, которое символизирует Святаго Духа. И как Солнце, когда начинает не только светить, но и изливает свое тепло на землю, всё оживает, так и когда благодать Божия посещает человека, когда он не прячется от этой благодати, то человек оживает, становится радостным, счастливым. Поэтому Бога называют Троицей Славима Живоначальной Троицей. То есть от Него вся жизнь во всём видимом и невидимом мире. И вот продолжение темы. С просьбой Господи помилуй, кому из лиц Святой Троицы мы обращаемся? Мы обращаемся к Богу, единому по существу на трёх лицах. Вот такой вопрос. Можно ли посещать кладбище на Троицу? Церковь для этого установила особый день. Накануне праздника Святой Троицы это опоминальная родительская суббота. Накануне в пятницу совершаются особые молитвы. И в сам день субботний тоже вспоминаются. Вспоминаются и не просто вспоминаются наши родственники почившие, но через их вынимаются частицы, которые потом опускаются в кровь Христовая со словами «От мой Господи, грехи, запоминавшиеся кровью Твою честную». В самый день праздника Троицы не положено поминать с общей церкви. И там очень особая служба, которая совершается раз в году, но очень длинная служба. И, конечно, христианин обязательно нужно побывать на этой службе и молиться усердно, потому что в этот день особо и спрашивается благодать Божия, чтобы христианин мог достойно звания христианского жить и иметь силу нести крест. И, конечно, не запрещается посетить и кладбище, но после долгой службы может не хватить сил. Поэтому, конечно, лучше заранее, если есть такая возможность, и церковь заботится о нас и приглашает в субботу это сделать. Уже в сам день Святой Троицы посвятить такой особой молитве, которая низводит на нас благодать Святого Духа. Постоянно телезрительница спрашивает, какие слова молитвы нужно говорить при входе в храм? Есть многие молитв, но, наверное, самая простая и понятная молитва – это молитва Матаря, Божьей милости быть ко мне грешному. Мы знаем из Евангелия, что человек грешный, но с такими спокойными чувствами вошел в храм, и даже не проходил вперед храм, а в конце храма стоял, молился усердной молитвой и вышел оправданным, как в свидетельстве, сам Судья Иисус Христос. Вот с этой молитвой принято христианам ходить в храм. Еще в ветхозаветные времена Бог дал людям десять заповедей. Позже Христос Спаситель в наворной проповеди дал девять евангельских заповедей блаженства. Для чего это было сделано? Не отменял ли Спаситель таким образом прежние заповеди? Ну, нужно сказать, что в ветхозаветной заповеди, или точнее заповеди Моисеева, десять заповедей, заповедей там гораздо больше. Но вот эти основные заповеди, в основном там говорится, не делай, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не уги. Ну, есть положительные, посчитай отца и мать. Но в основном это запретительные заповеди. Заповеди блаженства и другие заповеди, которые находятся в Евангелии, это уже более высокий уровень совершенства. Там вот эти заповеди блаженства, там говорится, блаженно, то есть в высшей степени счастливы те, кто будет поступать. Так-то, 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 так-то. И, конечно, для человека мирского это вообще непонятно. Это блажения плачущие, потому что не ученишься. Ну, кто это считает в миру счастливых плачущих или нещих духом, или других кротких. Наоборот, надо, так сказать, сдачу давать. Но Бог, который создал мир и знает законы, принципы его существования, открывает нам законы, исполняя которые, мы будем счастливы. Ну и нужно сказать, что, как говорится, предела совершенства нет. И будут, и христиане, совершенствоваться и в будущей жизни, но по мере совершенства они более и более будут счастливы. И предел совершенства указал Господь, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. То есть это беспредельное совершенство, но это не просто человек исполняет заповеди, трудится, трудится, без смысла. Чем он тщательнее исполняет, чем более высокие заповеди он исполняет, тем более благодати вселяет в свое сердце, тем более он счастлив. Ну, мы, в принципе, уже ответили на следующий вопрос, в чем главный смысл евангельских заповедей и блаженств. Почему к священнику принято обращаться батюшка? В каких случаях надо так обращаться? Спрашивает телезритель. Ну, это, можно сказать, народная традиция. Обычно принято в христианском виходе говорить отец. Это Василий, Нектарий, Михаил. Батюшка обращается. Это уже, ну, свойство человеческого сердца. После того, как, ну, вот такой, может быть, наглядный, может, и примитивный пример. Вот если несет человек нож тяжелый, да, мешок песка, цемента, там, еще чего-то, и другой человек помогает ему или донести, или снимает с его плечи, и человек ощущает облегчение. Подобное происходит в Таинстве Исповеди, когда мы потихоньку набираем грехов и носим эту тяжесть в своей душе, испытываем муки, страдания, хотя, казалось бы, живи да радуйся. Но священник от Бога получил власть отпускать грехи. И вот когда человек избавляется от этих грехов, он ощущает радость, легкость, вот, а тем более, если еще причаститься к телу и крови Христовой, это сугубая радость, и человек, как на крыльях летает. И вот как следствие вот этого состояния к священнику вот так вот обращается батюшка. Это необязательно, но это, говорит, спаси в сердце. Ну вот священники бывают не в облачении, так сказать, в гражданской одежде. Вот как человек может к нему тогда, отец, батюшка, может так и обращаться? А если он знает этого человека, кто это? Ну, конечно, может. Конечно, это, ну, как бы, какое-то средостение, отторжение, одежда мирская. Я сам это помню состояние, когда увидел священника в городе, в светской одежде, конечно, с почтением от него все, но какое-то внутреннее такое вот, какое-то… Осадок, наверное. Ну, не то, что осадок, но не восприятие, вот какое-то вот, ну, как бы, вот какая-то преграда, вот. Все-таки, ну, священник должен быть в своей одежде. Как известно, в этом году отмечаются 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Невольно повышается интерес к военным фильмам, книгам. Там много кровопролития и жестокости. Грешно ли смотреть такие фильмы и читать книги? Спрашивает телезритель. И еще задают вопрос. Владыка, а есть ли у вас любимый фильм о войне или книга о войне? Ну, нужно сказать, что в детстве, особенно в раннем, ну, как в детстве, младших в классах, любила читать книги. Наверное, всю библиотеку нашу, все книги прочитал, которые были в сельской библиотеке. Ну, а сейчас вот почему-то, особенно когда военные смотрю фильмы, повышаются пульсы, давление, и я просто не могу смотреть как-то, ну, хоть вроде это и фильм воспринимаешь, но воспринимаешь как вот реальность, которая перед, кажется, тобой. поэтому, конечно, сейчас я не могу эти фильмы смотреть спокойно, ну, и стараюсь уже больше думать о вечности и такое церковно-историческое смотреть, ну, а так вот неоднократно смотрел фильм о зоре здесь стихии, допустим, или есть такой церковно-исторический фильм, снятый еще в советское время за други своя, рассказывается такие историческая кинохроника и освященник, это было в советское время, для меня это было открытием, что немало освященников и партизан поддерживали, и собой жертвовали, и погибли. Медных жителей сколько спасали. Да, да, и жителей спасали, рискуя своей жизнью и рискуя, и погибая, ну, вот это для меня таким было откровением, потрясением этот фильм. Действительно, если это, как говорится, всей душой и сердцем воспринимать, даже в голове не укладывается, как, сколько люди вынесли в годы войны. Этот крик, плащ детей, это же сейчас внучок плачет из каприза, так что-то внутри все переворачивается, а как? Это, это действительно страшно, это народ наш такой герой. Вот такой вопрос. Моя бабушка, каждый раз провожая меня в дорогу, осеняет меня крестным знамением, крестит даже машину, в которой я отправляюсь в путь. Правильно ли она поступает и почему? Поступает очень правильно, потому что крест хранитель всей Вселенной и мы, наверное, уже в одной из бесед касались такого случая. Такой есть рассказ, я думаю, что в действительности было это событие, что три девушки стояли возле переезда, где поезд, поезда проходят, это как-то получилось, что они между двумя поездами оказались и потом видят, что бесы между собой спорят и первому говорит, ты почему свою не толкнул под поезд своего, подопечную? Говорит, не смог, потому что на ней крест был. Говорит, а ты на второго почему не толкнул? Говорит, а ее мать благословила крестом, когда она уходила. Вот третий забыл, забыл что-то тоже, вот, или сама перекрестила, наверное, сама, когда выходила в путь, дорога перекрестилась, дорога перекрестила, то есть вот крест сохранил всех троих, хотя была возможность их погубить. И таких случаев очень много действительно не зря воспевается, что крест хранитель всей вселенной. Но а потом еще крест напоминает нам о любви Бога к человеку. Вот Евангелие есть такие слова, что так взлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. Вот и как в древности было поверено Богом на дерево вознести змея медного, и когда на него смотрел избранный народ, кто был укушен змеями, те не умирали. Так вот и крест охраняет людей от укуса дьявола. И первое, и второе это свидетельство любви Бога к роду человеческому. И в продолжении этой темы даже телезритель спрашивает, нередко вижу, как некоторые люди, проходя мимо храма, крестятся. Почему они это делают, и следует ли брать с них пример? Ну, это знак почтения храму, честь отдаем им этим. Ну, и когда вот перечисляются грехи, которые должен христианин на исповеди проговаривать, каяться у них, один из грехов, что вот стеснялся, когда проходил, приезжал мимо храма перекреститься. Это считается грехом. Как относиться к пословицам и поговоркам, в которых присутствует религиозная тематика? К примеру, пока гром не гранят, мужик не перекрестится, и рад бы в рай, да грехи не пускают. Ну, и другие некоторые. Ну, есть такие пословицы, где упоминается имя Божие, сказано в заповедях Моисея, что не упоминай имени Божия в суе, понапрасну. Это грех. Поэтому лучше такие пословицы не употреблять, имя не увлекаться. Хотя в них и есть смысл народный, заложен, но чтобы не согрешить, нужно быть очень осторожным. Говорят, что деньги не пахнут. Как относиться к этому выражению с точки зрения православия? Ну, это такое нецерковное выражение. Есть слова апостола Павла, что корень всех зол сребролюбие. Ну, и как относиться, допустим, к одежде? Без одежды человек не может ходить, но если это для него это идол, кумир, то он раб одежды. Даже были такие законодатели французских мод, такие предлагали одежды, цепи, говорят, если не рабы одежды, то пусть носят цепи. Такие формы одежды придумывали, чтобы с цепями были. Так и сребролюбие, деньги, они необходимы нашу быту, такой эквивалент, можно приобрести любой товар, но они не должны быть идолом, потому что тогда это погубит человека. Какую молитву надо читать, когда одолевает тревога и беспокойство? Наверное, самая сильная называла молитва, данная самим Господом, Отче наш. но только очень важно читать со вниманием каждое слово, каждое слово, и тогда мы поймем, что Отец Небесный заботится о нас, и там говорится, не веди нас искушение называя нас лукавые, все эти чувства тревоги, страха, это все от лукавого. Вот часто экскурсии посещают храмы, экскурсовод Солонимская спрашивает, при посещении экскурсии храма не во время службы, на что владыка, по-вашему, лучше всего обращать внимание экскурсантов? Ну привыкли уже начинают рассказывать архитектуру храма, ну это человек и сам видит своими глазами, так вот на что посоветовали обращать Божье внимание? Вы знаете, когда не было еще семинарий, люди все-таки приезжали в монастырь, я, конечно, рассказывал об истории явления чудотворной иконы Божьей Матери, подводил к иконе, рассказывал о чудесах, которые не только в древности были, но и в наши времена, но обязательно подводил к иконе страшного суда и говорил, что обязательно каждый из нас в свое время окажется, только вот где, справа или с левой стороны, чтобы не оказаться вместе с дьяволом, с бесами, нужно делать добрые дела, то есть смысл в экскурсии, чтобы дать человеку цель жизни, чтобы он стал добрее, лучше, и только польза будет и ему, и ближним. кстати, в Превороженском соборе, когда вижу экскурсию, я всегда туда захожу, и обязательно к этой иконе подвожу, она же там единственная, во-первых, которая написана на стене, там импровизация даже отца Виктора, в крючки, в языках, чтобы во время службы люди не разговаривали, на это даже обращаю внимание, ну и обязательно к этой иконе всегда подвожу. Мы все так само сказали, что мы все предстанем на суд, поэтому должны себе заранее приготовить место, и желательно, чтобы не жаркое было. Надо ли в машине иметь иконку? Если да, то какую лучше? И какую молитву лучше всего знать водитель? Такой вопрос или зритель задает? Ну, я вспоминаю свою юность, когда учился технику, и мне рассказывала моя хозяйка, она была верующей, где я на квартире жил, о своих родственниках, как вот они, ну, с молитвой ехали, и жена такая была полненькая, на запорожце, и упали в аварию, и потом все удивлялись, как она вылетела через окно и осталась жива, что, ну, как говорится, по ее габаритам это было невозможно. и таких немало случаев, когда молитва и святыня хоронит, даже если авария происходит, люди остаются целы и невредимы. Поэтому, исходя из этой вот практики, уже, кажется, не теории, а практики, обычно святители Николая обязательную икону размещают в храме, в машине, впереди, над лобовым стеклом, ну, и молитвы 90-й псалом обязательно читают, но есть молитва водителя специальная, тоже по желанию и вкусу, важно, чтобы с Божьим благословением ехать, конечно, не нарушать правила дорожные, даже крестить дорогу и с молитвой ехать, и Господь будет хранить. Ну, а так, еще есть традиция такой тройник икона Иисус Христос, Божия Матерь и Святитель Николай. У меня все такие есть и молитвы когда-то мне подарили. Да, вот читать обязательно нужно. Постоянная телезрительница уже много вопросов на подобную тему задавала. У меня спокойный характер говорит, но, несмотря на это, бывает, что на работе наседают принижают, обвиняют в том, чего нет и не было, пытаясь объясняться, но меня не хотят слушать. Муж говорит, огрызайся, давай отпор, но я так не могу, это не по мне, может мне поменять работу, что вы, Владыка, посоветуете? Мы сегодня поднимали тему заповеди блаженствах и в последней заповеди говорится блаженны вы, когда вас поносит всякая ложь и клевету на вас говорят, но имени моего ради. То есть, если человек старается жить порядочно, по-христиански, и люди из зависти или другими какими-то недобрыми побуждений руководствуясь на человека клевещут, оскорбляют и Господь добавляет радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Ну, конечно, сразу посоветовать, бери сто килограмм и подымай, все-таки это нужно тренироваться много, чтобы достигнуть такого спортивного состояния. Так и здесь, если человек уже не в состоянии терпеть, то, конечно, лучше искать другую работу, чтобы нагрязаться, этой недостойной человек. Объяснить, да, в чем суть проблемы, но ругаться, агрязаться, порчить друг друга нервы, это не по-христиански. Буквально накануне нашей беседы в школах стоялся выпускной бал, окончен учебный год. Скажите, Владыка, свое архипастерское напутствие выпускникам и их родителям? Вы знаете, я как-то так получил и что наблюдала. Меня пригласили посетить знакомые, верующие с окна выпускников, участников бала. И вот мы-то в своей епархии стараемся, пока они обучаются, привить им чувство добра и развлечения добра и зла, любовь к добру, ближним, к Богу. И вот так подумалось, насколько они смогут с обременёнными знаниями теоретическими воплотить это в жизни. Зависит от этого, будут ли они сами счастливы, будут ли счастливы их родители, будет ли крепка семья, будет ли наше процветать Отечество. И от этого зависит, насколько они теоретически полезные знания сейчас воплотя до жизни. Только можно пожелать им, чтобы они забывали самую главную заповедь, которую Бог дал, возле Бога всем существам твоим, а ближнего, как самого себя. Почитай Отца и Мать, и тебе же будет благо на земле, будешь долголетен. И в отношении Отца и Мати здесь как толку состоятся не только имеются в виду плотские родители, но и начальники, и руководство страны, мы должны отнестись к ним с почтением для нашей же пользы. Вот это я хотел бы всей души пожелать, чтобы были они и оставались людьми. Ну что ж, дай Бог, чтобы такие пожелания дошли до каждого выпускника, и они действительно в жизни были счастливы. Дай Бог.